здравствуйте уважаемые посетители нашего канала надеемся что будете дальше в дальнейшем подписчиками нашего канала вот мы установили генератор импульсов про 6 белорусский генератор производитель производится в гомеля смотрел в интернете вот вроде бы отзывы хорошие вот сделали так вот все установили натянули проволоку сейчас будем выпускать поросят я вам покажу как они будут себя вести ограждение у нас получилось 1 25 гектара все это удовольствие вместе с доставкой в фильм вышло 15 790 я считаю что это не дорогая цена там еще были колышки вот такие вот 30 колышков 30 колышков полтора километра вот такой вот нитки с проволокой там генератор импульсов который у нас вот там вот висит под крышей на эти сделать ящик для него чтоб не мочила сейчас мы будем выпускать на свободу наших крюнделей поросят у нас 10 штук венгерская мангалица один крючок 5 свиноматочек будущих и 4 шашлыка вот они не бывают играют так забавно друг друга догоняют друг за другом бегают может быть у нас получится снять этот момент как нибудь и прямо носятся друг за другом весело не все получается все проход им выпилили сейчас будем включать генератор импульсов нашего пастуха вот у нас крюшки пошли гулять копаться вот у нас крюшки пошли гулять копаться вот это черненький у нас крючок он чуть-чуть постарше на один месяц ему сейчас получается конце мая если было два месяца около на четырех три с половиной месяца нет этим два с половиной месяца остальным там что-то одна испугалась остальные нормальным все пошли гулять поле сейчас постараюсь специальный не не печать на этот на проволоку на граждане пусть сами подойдут посмотрим как будут реагировать Субтитры сделал DimaTorzok Все заняты работой, перекапывают на землю, что-то ищут вкусное видим, корешки там, мужских жучков, паучков, червяков точно не едят, уже пробовали им давать, дождевых червей, вот так вот ложить в корму. Может, конечно, выкапывают и кушают. Надо им как-то показать, ну, чтобы они поняли, посмотреть, как я отреагирую. Может, не знаю, там, пшеницы, корма чуть-чуть насыпать рядом с забором. Позвать их. Надо, это, изолятор поставить на дерево. Солкли. Резинку приколотить. Резинку приколотить. Хрюндели. Идите сюда. Хрюндели. Не слышит ничего, да? Черныш, черныш. Черныш. А, им пофиг, они лишь копаются, да? Бесполезно. Бесполезно, да. Ну, убирай тогда. Сами напорец. Черныш. Черныш. Черныш у нас как раз ласточка. Остальные рыжие. Ну, красные и белые. Правда, они тут грязные чуть-чуть. Ну, что, сейчас выпустили на территорию побольше. Надеюсь, что не будут грязные. По крайней мере, будут почище. Нежели сейчас. Вот они так вот все перебахивают. А в траву тоже, да? Ну, трава сырая? Ага. Из-за этого, видимо, импульс на траву тоже дает. Ну, а по всей видимости, все-таки... Кашка? Надо будет потом заняться этим делом. А, леску одеть надо. Вот такие столбики были. Но мы посчитали, что они недостаточно крепкие, чтобы хорошо натянуть кролку. Поэтому еще вколотили дополнительно такие вот колышки. Вообще, можно, наверное, такие колышки вколачивать и какие-то изоляторы на них ставить. Потому что на дерево тоже пробивает. А здесь вот. Вот он быстрее. Здесь щелкает. Даже иногда видно разряд. Не знаю, видно или нет на камеру. Я вот вижу. Не всегда, но иногда пролекает. Проволока такая, яркого оранжевого цвета. Чтобы было с животным потом видно эту проволоку. Хорошо бросалась в глаза. Чтобы они уже, когда их током подергают. Чтобы они больше не подходили близко. Вот, похоже, сейчас будет знакомство с щелка. Сразу отбежал. Понял, что подходить сюда близко нельзя. Сейчас снова пойдет. Нет, не решился. А вообще, пришел заказ нам в течение где-то двух недель. Я думаю, что пришел бы быстрее. Если бы были бы на складе у них готовые. Дело в том, что очень много заказов. И у них не было подготовлено. Была небольшая очередь. Вот. Очередь где-то неделю была. Потом мне отправили заказ. И там уже быстро, в течение где-то пяти дней. Четырех-пяти дней. Из Гомеля в Пермь. Пришел заказ. Внутри был еще такой приятный сюрпризик. Ребенку какого-нибудь подарим. Там куколка такая была. С енотом. Маленькая. Сразу же, как отправили заказ, мне пришло письмо, что заказ отправлен. Всякие разные ссылки, чтобы показать, где будет показано, как делать. Сейчас снова подойдет. Что я его напугала. Сейчас скоро поймешь, что сюда подходить нельзя. Черныш наш производитель. Кричок. Вот были разные ссылки указаны, как подключать. Но мы эти ссылки не стали смотреть, потому что у нас здесь интернет плохо ловит. И уже по инструкции смотрели, подключали. Но все вроде работает, все хорошо. Нам все нравится. Подключили от генератора, так как у нас здесь пока нет электроэнергии. Обещают в августе провести. У нас сейчас июль. 26 число, по-моему. Крички копаются, им нравится все. Вот огородили 1,25 гектара. Цена вопроса 15790 рублей. Вместе с доставкой. Доставка была оплачена пополам. Так как, ну там, кто будет заказывать Pro-6, у них там все написано. Если хорошо, внимательно читать, то вообще, возможно, даже бесплатная доставка. Если не будете заказывать вот эти колышки. И если доставка будет более 10, по-моему, тысяч. Ну, заказываю более 10 тысяч, то доставка бесплатная. А если до 10 тысяч, и вы скажете про то, что доставка напополам. Оп, вот выбежал у нас. То есть все, и обратно забежал. Маленькое. Посмотрим. Ну, им нужно привыкнуть. Привыкнуть не будут подходить к ограждению. Вот так вот ведет электропастух себя с нашей венгерской мангалицей. Сейчас, похоже, еще один корысянок. Поймешь, что такое венгерская мангалица. Ну, проволоку прекрасно видно. Они мне посоветовали взять такое оранжевое. В принципе, не зря. Я думаю, что ее намного лучше видно, чем было бы видно простую проволоку. Я думаю, что она может повысила вверх. Вперёдый. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сейчас будут получать разряды, пока не пойму, что сюда подходить нельзя Но все-таки пробегают через нее И потом бегут обратно Судя по всему, еще одна Вот такая вот куколка Не с енотом, а с мишкой Дополнительным сюрпризиком В общем, вот так вот себя ведет венгерская мангалица Селектор пастухом Белорусского производства Pro-6 Он довольно-таки мощный пастух Я из-за этого и брал, что он мощный Так как у нас здесь ходятся Всякие дикие звери, лисы Волки, медведи, кабаны Чтобы к нам никто не заходил Их это тоже отпугивает Эти разряды Главное, чтобы не пробежали так же к нам сюда, как поросята выбегают Но поросята маленькие Так что думаю, что все будет хорошо Ну что, до новых встреч Уважаемые посетители нашего сайта Надеюсь вас увидеть в наших подписчиках в будущем Ставьте классы Лайки Пока